Санкт-Петербург Да, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я только за, потому что, может быть, это поможет не только мне. Сейчас, одну минуту, я телефон возьму, у меня там просто вопрос забр... Сейчас. Все, я вернулся, я вернулся, я вернулся. Извините, пожалуйста, вопрос касательно воспитания детей. Девочке 10 лет. Девочка очень сильно меня не слушает. Дело в том, что я изучал Библию, в том числе и неканонические книги. И вопрос касательно детей по библейской симфонии тоже просматривал. И у меня возникли следующие вопросы. Первый вопрос. Можно ли физически наказывать ребенка, допустим, ну, не знаю, если это девочка 10-летняя, если она не слушается? И второй вопрос. Если ребенок систематически это совершает, можно ли на ребенка накладывать епитимью и, допустим, не знаю, от причастия отлучать, или какие-то прещения накладывать? Вот хотелось бы узнать, что говорят святые отцы. Вы говорите, что вы думаете по этому поводу? Вот ваше мнение. Вот мы через полторы недели, вам придется подождать, когда этот ролик выставим, и вы в него выйдете и там скажете, я под ним оставлю материал. Называется «О семье». Или можете зайти на наш сайт. Сайт «К истине один народ РУ». Ну, просто зарядите в гугле «Сайт Игнатия Лапкина». И там открытая книга на первой, на главной странице, называется «К истинному православию». «К истинному православию». «К истине один народ РУ» — этот сайт. Да, это сайт. Да вы можете по-русски даже, если они не открываются. По-русски «Игнатий Лапкин сайт». Хорошо, а как книга называется? «К истинному православию». Она прямо в раскрытом виде здесь, посередке, смотрите. Ага, ну, в принципе, я понял. Вот вы теперь ее ткните, ткните. И там оглавление о семье. И там ответ на ваш вопрос. Это моя книга. Ага, хорошо. Я вас понял, спасибо, Господи. Наказывать-то надо, но нужно пользоваться благоразумием. В какое время? Как? Что из этого проистекает? Вы уже упустили. Когда было ребенку 10 дней, надо было заботиться, а не 10 лет. Вот у меня приезжает, я начальник, создатель детского лагеря, и начальник 44 года. У меня тысячи детей прошли. Но у меня лагерь такой, что родители расписываются, отдавая детей, что я могу их наказывать физически. А физически что выходит? Допустим, садимся за стол, каждый должен показать платочек. У ребенка нет его, он уже заранее предупрежден. Надо бежать до поля, метров 300, сорвать листочек. Это физически я его заставляю бежать. У него памяти нет, я ему пришлю память в течение одного дня. А пока он бегает, в это время обедаем, он успевает ко второму или к третьему. Все. Вот работаем, нужно не разговаривать. Если он разговаривает, ребенок, а пилим там дровали, чтобы... Ему щепка в рот. Он пилит, и щепка во рту у него. Это тоже физическое наказание. Если плохо работал, ну, я ему предлагаю на выбор. Бывает так вот, что-то сделает ребенок, другого ударил, а то уже щепка. Ну, дети-то разные, отовсюду, едва-едва верующие. Значит, я ему, он заранее знает, 7 горящих. То есть, у меня вокруг крапивы растет, по мягкому месту крапивы. Обычно я кладу крапиву вот так вот, второй у нас этаж, ну, как нары, сказать, или как, в келье, где спер. Положил крапиву, чтобы он вот так губами по нему провел. Он, бывает, боится. Я ему предлагаю на выбор. Останется без завтрака, или там без первого, второго, или вот накажу его. То есть, это надо варьировать, смотреть, что полезно. Бывает, ребенок, лучше я без обеда останусь, то есть, лишь бы не наказывали. Ну, я его вскоре опять поймаю. А если другой, ладно, лишь бы накажи. Ну, за то, что герой, прощаю тебя. Раз ты такой смелый. То есть, ребенок видит, что над ним серьезно занимаются. Наказу отдельно, где никто не видит в келье. И дома никто не должен от того видеть наказание. И мы должны помолиться вместе. Там. Так, ребенок этот потом говорит, вот, меня же сатана искушал так, а теперь стало легче, давайте еще помолимся. Ну, я передаю свой опыт, который у меня есть. Поэтому это ваш ребенок. А я-то над чужими детьми. И тут уже сколько раз было уголовное дело, воздвигали против меня, ничего не доказано. Символическое наказание. Никаких отметин, нигде ничего нет. Вот, особенно сурово наказывает ложь, если он лжет. Это уже... Никакого разговора нет. Это увеличит наказание в несколько раз. Если он заматерился где-то, пять горящих. Вот бывает ребенок, маленький, семь лет, приезжает и матерится. Я его отучу в скором времени, он не будет материться. Так что эпитемия, допустим, ну, от причастия. Так раз он так не слушается, какое причастие. Он уже отлучен делами своими. Ее, она девочка. Ну, я знаю. Супруга говорит, что девочки, они вот особенные, они вот нежные, как бы, но я вижу, что девочка отпадает. Я вижу, что девочка, она реально отпадает. И как бы и мальчики отпадают, и девочки отпадают. Я не вижу, в чем разница. В Слове Божьем написано, что наказание мальчиков, а девочек не говорится. Однако в книге Иисуса Серафона в главе написано, что над бесстыдной дочью поставив строгую стражу. Вот, то есть говорится, все-таки говорится, но вот маловато. Вот так вот. Разница между девочкой и мальчиками есть все-таки? Нет. У меня никакой разницы нет. Девочка провинилась, а бывает девочка ударила кого-то, и точно такое же наказание. Никакой льготы. Это внешняя кожура. А душа-то одна и та же. Душа-то она не так выглядит. Это тело. Ей дано такое тело, и она должна привыкнуть, что душа ее обрещена в такую одежду, такое тело, другого устройства. А преступление, непослушание, какая разница? Никакой нету. Но тут надо подходить очень и очень внимательно. Не перегнуть палку. Бывает ребенок, а я не матерился. Свидетель другой, а он запирается. Все, я его не накажу. Но над ним я поставил ладони, говорю, вот над тобой уже я держу руку. Маленькое еще замещание, ты у меня будешь наказан. Мне нужно, чтобы он осознал, увидел. Это очень тонкое дело. Вот я уезжаю, у меня воспитатель, старший воспитатель, я начальник. И наказание я никому за 44 года не доверил. Никому. Пробежать это могут. А наказать физически там сеткой там или крапивой никто не может. Это лидерский подход. Это очень тонкое дело. Иногда просто я поговорю и бывает сеткой по голенищу хлопну, а ты, я говорю, с менями там под глазами задель, чтобы видно, что ты плакал или что-то, чтобы... Не покажи. И дальше... А все в это время молятся, если весь лагерь стоит, молится перед аналоем. Я увожу в другую его келью. Это целый ритуал. Это не просто так. И у меня бумага с подписью родителей, что они не имеют никаких претензий, что за преступление я его накажу. Бывает такое решение. Брат, простите, плоды же есть. У вас же целое поколение, наверное, выросло уже православных христиан праздников. Просто я о чем думаю? Я православной церкви уже дали 25 лет как свободу. У нас есть Библия, причем есть, можно изучать ее. Есть у меня греческий подстрочник под редакцией профессора Алексеева. Целая куча святых отцов в создании. То есть, такого в истории церкви не было никогда, когда можно было получить вот такое хорошее образование. Плюс есть, допустим, в 78-м правило Шестового Русского Всевероятного Собора о том, что человек, готовящийся к крещению, должен обучаться, отдаваться предлепискому ампетитрому. То есть, по идее, уже должно было быть целое поколение благочестивых православных христиан. Но я прихожу в школу и я вижу старшие классы. Вот я за голову берусь, потому что я не понимаю, что, в принципе, с них может вырасти. Закажу на сайт ВКонтакте, на странице молодых людей. Я не понимаю, что у них в голове. Это ужас какой-то. И я не понимаю, почему. Что происходит такое? И вот с моим ребенком, к сожалению, вот такая ситуация. Я вижу, что они постепенно... И самое обидное, что они не видят, что постепенно, 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 все больше, больше, больше. Это для своей семьи никто. В христианской семье мы договаривались с супругой. У нас будет христианская семья. Она видела, что я хочу быть православным миссионером. Я отца Данила со своего очень много слушал. То есть, такая ситуация, что я очень серьезно отношусь к этому делу. И в итоге, знаете, как протестанты, когда образовались, там, строго было, а за 400 лет свалились до того, что извращенцев выезжают. У нас вот примерно такая же ситуация. Меня все больше, что больше не уважали. Но я молчал. Я думал, может, я что-то как-то... Ну, они говорят, что девочке надо идти, спокойно, там, ездить, как-то, и, 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 Я думал, что, может быть, я как-то что-то не так делаю. Но в итоге, в 10 лет я не могу дать ребенку задание. То есть, это паритипичный пример. Что я вижу из Слова Божьего? Что задача мужа обеспечить безопасность богословскую, физическую и экономическую. То есть, я должен обеспечивать семью, я должен физически их защищать и должен обучать их Слову Божьему в предании Православной Церкви, в понимании Православной Церкви сетях отцов. Пример. Я недавно совершенно было. Я продолжаю Слова Божьему к 7 часам на работу. Возвращаюсь для того, чтобы отвезти ребенка в школу и потом идти самому на работу. И так до вечера. И мы не успеваем. Я звоню ребенку за 10 минут. Девочки, Алиса, пожалуйста, в раковине убери мусор, там остатки каши были. То есть, моя задача, мне нужно прийти вымать ванну, вымыть раковину в ванне, вымыть посуду и вымыть эту раковину. Вот самое последнее, я прошу ее сделать. Вот эти остатки каши убрать. Все. 10 минут у нее есть, я поднимаюсь из метро, она все слышит, да, хорошо. Кладет трубку, я перехожу, проходит 10 минут, хожу, нету. И я говорю, почему? Нет, 10 минут было. И она начинает говорить о том, что мне надо было встать, мне надо было помолиться, она думала, что то-то, то-то, то-то сделает, а ты, в принципе, не можешь мне давать эти задания, потому что у меня есть свои дела. И супруга мне, потом, чуть позже, узнав это, вообще скандал устроила. И их коронная фраза о том, что мы решаем свои задачи. Странно, как-то в христианской семье решают свои задачи. То есть, вот такой, или второй пример, где-то полгода назад они поехали в Москву. Мы в Санкт-Петербурге живем, они поехали в Москву, выиграли шахматный турнир. То есть, ребенок очень умный, девочка очень умная, она не глупая, она очень умная. И они мне звонят в воскресенье, в церковь, к сожалению, они не пошли. Думаю, ладно, на неделю сходят. И звонят, говорят, что мы выиграли, у нас будет награждение. Я даю ребенку задание, Алиса, я понимаю, что сложно, но все-таки, когда эти будут награждать, перекрестись, прославь Иисуса Христа. Понимаете, ведь мы же знаем, что церковь от Нерона Диоклетианова вот в этот период, она была гонима. И детей, в принципе, тоже как бы убивали. Дети исповедовали Христа. Тут ребенок стоит на постаменте. И может быть, это сложно перекреститься, может быть, это сложно, я не знаю. Но когда я прихожу, когда они приехали, то есть я их встретил, все нормально, я спрашиваю ребенка, Алиса, кстати, ты перекрестилась, когда тебя награждали? Нет. А это было при всех. Все это слышали. И жена очень грубо мне сказала, а у тебя что, были какие-то свои задачи? Мы решали свои задачи. То есть вот такая ситуация. И такое происходит каждый раз. Вот я уже не знаю, то есть в чем мне голова тогда. То, что я просто деньги приношу, я обеспечиваю, вот, я нормально работаю, я военный инвалид, у меня есть военная пенсия, у меня работа, то есть я в районе 50 тысяч приношу домой, в Санкт-Петербурге где-то хорошая сумма считается. 50. Ну, вот так. Ну, вот такое дело. Вы говорите, а в чем я виноват? Давайте до конца договаривать. Давайте. Зачем вы женились? Я женился для того, чтобы жену и ребенка воспитывать в вере православной, вместе идти ко Христу в небесное царство. Апостол Павел говорит, хорошо остаться одному, а дальше говорит, если женишься, не согрешишь, или вы даже замуж не согрешишь, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Ну, вот Апостол Павел подтверждает, а вы жизнь свою подтвердили. Теперь у вас скорби. Вы заранее должны были к этому подготовиться. Видите, жена говорит, мы решаем, она не должна этого говорить. Если вы не подкаблучник, это самая последняя стадия разложения мужчины, вы отпустите бороду, не брейте. Вы уже показываете, что над вами можно командовать, вы безбородый. У вас знака власти нету. Зачем бороду трогаешь? Только вчера я сострил. Ну, смешно. Так, смотри, вот Володя снимает, посмотри, какой. У нас бритвы никогда не будет на литургии стоять, там, когда оглашенные зайдите. Ни один хрещение принимать не будет допущен. Это образ Божий. Образ по-внешнему потому, что Христос для нас образец. Он бороду не брил. А что ты ее скоблишь? Еще в доме две мамы, что ли? Зачем тебе это нужно? Давыд даже в Иерусалим не пустил, кому полбороды отстригли, а побрили. Слуги его. А сказал, живите в Верихоне, город проклятие, пока борода отрастет, а вы сами себя насилуете. Когда у Якова дочь Дина вышла посмотреть, над ней сделал насилие, ему сын Сихемов написано, она была обесчищена. А когда бороды обрели, написано очень обесчищена. То есть это больше изнасилование. А вы это делаете сами своей рукой. Это первое. С сегодняшнего дня не касайтесь бритвы. Вот тогда вы ищите выхода. А вы теперь будете искать, а на работе меня нет, я потеряю заработок. Не, 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 не в этом делать. В работе уже были. Это первое. Дальше. Как часто ваша дочь видит вас на молитве и защитением Библии? Часто. Часто. Если вот с ней поговорили, скажи, я здесь хозяин, голова. И жене, если жена верующая, предупредите, вы тело. Жена научится в безмолвии. А учить жене не позволяю, не властвовать над Божем. Я все это и пересылал. Мы в смес переписывались, у меня 90% была Библия. Я ей показывал, как нужно, где, что и как, и почему. Вот эти слова, другие слова, что не жена для мужа, но жена для мужа. Или, например, посланник Тимофеем. Та же жена с приличным дедом, соответствительным мудрим, ну и так далее. Жена научится в безмолвии. Ну да, то, что мы только что там. Или праведные жены называли своих мужей господами. Таксар называл своего мужа Авраама. Я ей все это целую кучу пересылал. Я ей говорю о том, что жена с мужем должна быть единым целом, а не жена с ребенком. То есть ей прислал лекции отца Даниила про православное воспитание детей, Шугаева. Ну, Шугаева там не все так хорошо, как мне кажется. Но все равно в большинстве случаев там в порядке. Но она не хочет слушать совершенно. Она считает, что как бы... Причем она мне ни одной ссылки показать наши переписки. У меня 90-95% в Библии. Со ссылками все есть. Как у тебя с сектантами переписываешь с мусульманами. Я всегда все даю ссылки. У нее ни одной ссылки. И человек никак не хочет образовываться. Хотя вот в книге Иисуса Сына Серафа в той же написано, что если жена не слушает тебя, отеки от своей плоти. Тогда 26-я глобачность не... А вы знаете, что это такое от сищи от плоти? Ну, насколько я понимаю, это лишить супружеской близости. То есть это не совсем отделиться, как бы, вот. Тоже я не понимаю, что в данной ситуации делать. То есть они не хотят меня... То есть я где-то не в них тфу. Вот так получается. Видите, вот в этом уже как-то вы все-таки пребываете. Если вы сейчас включите то, что я вам говорю, у вас может быть развод. Она пойдет на все. Это самое упрямое создание женщины. Страшно упрямое. И упущено слишком много. Вы когда готовились жениться, вы с ее матерью познакомились? Ну, я знал. Понимаете, мы говорили о православии. Мы говорили, мы читали Библию. Они... Понимаете, я же почему ее взял? Потому что они... То есть как Иисус говорил, вот если дословно взять на горную пропасть, в греческом языке блажены, алчущие, жаждающие праведности. Как я понимаю, праведность это особая жажда жизни по Божьим западям. Я видел это. Они ходили вместе с нами на противоабортные акции. Ходили. Ребеночек там в 40,5 года листочки раздавал. Вот. Прошло полгода, как мы поженились, все. Они... Вот как-то арестово пропало это. Они уже 40,5 года на вечернее богослужение вообще не ходят. Это нонсенс. То есть даже ребенка каникулы один раз в воскресенье. Христиане воскресного дня такие, как у протестантов получают. Хотя у нас столько праздников, столько святых. Так подготовиться можно к богослужению. Про все нашли я молчу тоже не ходят. Хотя это считается идеей одна служба. Был момент. Мы встретились вечером, едем в автобусе и мы проезжаем в храм, в который мы ходим. Там в Парке Победы сразу за метро всех святых земной русской посевших. Говорю, о, давайте пойдемте в храм, помолимся. Там еще как раз наверное там Акафист. Собруга говорит, нет, нет, не надо. Она говорит, что ребенка как бы не надо подтолкать туда. Но простите, при этом она практически каждый день вечером ходит на какие-то кружки. Понимаете, если правильно ребенка мотивирует, то что жизнь христианина, она хористоцентрична. То есть Христом мы встречаемся в православном храме. Следовательно, все время для него создано. Но вот такие вот реакции как бы и я не понимаю, почему так происходит. Что с этим делать? Сколько у вас такой женой что с ним? Ничего не делать, не надо ничего делать. Дело в том, что у вас очень неблагополучная обстановка. С дочерью вам не поправится, потому что жена оттянет к себе и она больше мать слушает. Да, да, именно так. Ну я-то это хорошо знаю. Она у вас одна? Да, одна. Надо больше детей иметь. вот нас в семье было десять пять сыновей, пять дочерей. А одна, значит, тут уже она уже как мать там все над ней трясутся и проще. Во сколько встает девочка у вас? В районе семи часов. А вы? Чуть пораньше. Сколько чуть? Ну тридцать, сорок где-то так. А вот у нас в лагере подъем. Наш лагерь весьма необычный. Мы были единственный православный лагерь в Советском Союзе. Это трудовой. У нас отовсюду люди были, отовсюду. Ну теперь это новое государство, Грузия, Украина. Отовсюду приезжали. И у нас порядки другие. Устав составленный. Он зарегистрирован в краевом отделе юстиции. Это надо очень много было претерпеть, чтобы все это установить в жизни. Это не день, не два. государства, тысячи детей. В лагере могут вместе с детьми быть родители, если мы их знаем, бабушка там или кто. Каждый день до обеда работают дети. Встают в пять утра. Вы понимаете, ни одного лагеря я не знаю, где бы так было. В пять. И у нас на все удар колокола. Один... Отбой во сколько? Отбой сами дети решают. Реперендум. Бывает, там футбольный матч затянется, они уже тогда говорят, ну они знают, вставать надо вовремя. Или допустим ночное, это по телескопу будут изучать небо. Когда темно, звездно и дети тогда разрешаются позже вставать. Мы уже договариваемся. В пятницу костер картошка. Всегда. Каждую пятницу. Ну если не гроза. Дети это знают. Глубоко может быть в полночь ходим, там поют. А там все снято на нашем канале Ютубе. Вы заходите на него? Да, заходите на него. Вы больше смотрите, там зарядите плейлист лагерь. Это найдете. Дети молятся. И когда мы бываем там. Дальше там они все это картошку едят. Приходят ложатся спать. Завтра у нас дольше. А в другие дни если дольше, значит сейчас дается. Потому что никуда нельзя не уйти, ничего нет. Тут надо благоразумно. День начинает уменьшаться. мы на полчаса скидываем полшестого. День еще уменьшается в шесть. То есть чтобы солнце, восход его мы захватили на ногах на молитве. Утром весь лагерь уходит на молитву. Там мошка нас тут заедает или комары. Мы отдельно нашли большие холмы там где есть бывшего новоза там сравняли, сделали, загородили, чтобы коровы не подходили. Воздвигнутый шестиметровый шесть метров восьмиконечный православный крест. И все это заснято. Дети молятся, считается каждое утро Евангелия столкованием блаженного фофилакта. Это очень серьезно. Не будете заниматься, если дети будут верующие, они уйдут в сектанты вместе с женой. Потому что сравнивать не с чем не приходится. Мы единственные, чем перед сектантами вышел, у нас есть епископат. Мы церковь, а они не церковь. Это самое главное. У нас есть соборное усыновление, у них нету. У нас есть толкование Библии, у них нету. Вот это триада. Понимаете, я начальник детского лагеря. Я с вами всегда согласен. Игнатий Антиохийский, он же богоносец писал о том, что где епископ, там и церковь. Без епископа и присмитрит диагона церкви нет. Совершенно верно. Игнатий Антиохийский богоносец. Так вот я знаю. Что же не знать. Я сам Игнатий. Так, что мне... Даже вот у меня его икона, его львы заедают. Вот, молодец, покажи, потом он увидит его. Это мне архиерей был в Иерусалиме, но на цветное. Я, говорит, специально для вас купил. Потом митрополитом стал Гедеон Дакукин. Так вот, в вашем положении вам ничего нельзя сделать. Сейчас вот запомните это. Ничего пока не делайте, иначе дело попортите. Начните с себя. Это молитва. У меня сегодня форум открытый. Так вот, форум и интернет, где я работаю. Раньше я был в Марфлоте МФ. Глухонимы М. М и Ф. Вот так, это буква Ф, как показывается. Сейчас у меня осталось тоже МФ. Молитва и форум. Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Да. У вас есть оружие мощное. Что это такое? Четки. Четки. Вот, четки нужно устроить четко. Надо молиться. Если есть возможность, семикратно в день. Не считай утренние и вечерние молитвы. Это у три святого. Вот там молитвы какие утренние. Три молитвы Господу Иисусу Христу, Богородице, Ангелу-Хранителю. Три молитвы. Очень простите, пожалуйста, что перебиваю. Я от отца Данила слышал о том, что христиане молятся в 9, в 12 и в 15 на 0 в 9, как Иисуса осудили, а в 12 Иисус распяли, в 9 Иисусу спустя в стволу. В 15 на 0 Иисус в Иисусе спустя в стволу. Вот я вот так. Это ни на чем не основано. Это люди придумали. А это я вам говорю, 118-й псалом, запишите. Да, да, да. 164-й стих. Семикратно в день. Вот. Если мы не можем 100 поклонов положить, у нас работа такая, но все равно мы станем на молитву. Мы поблагодарим. 118-й какой? 118-й псалом. Псалом 118. Да, да, да. Войточа 164. Семикратно в день. Мусульмане пять раз молятся на масс. Я нашел, да, нашел. Вот. Семикратно в день. За суды правды. То есть, за то, что есть Майдан. За то, что есть война. За суды. Это божьи суды идут. Согласен. Не за то, что у меня хорошо, арбузы хорошие выросли. Не за то, что дождь у меня послушная. А вот она не послушная. Я благодарю Господи, могло быть хуже. Потому что я сам такой. Я нарушаю твои заповеди. У тебя не христианский вид. Ты должен быть в поясе, рубашка снаружи у тебя должна быть. Ты по-русскому обычай оденься. Не по-немецки. Мы даже внешне должны быть. Да это важно ли? Важно все. В человеке все должно быть прекрасно. Ты еще Чехов знал. А прекрасно для русского, это наши русские обычаи. Это тоже, говорит, так жили наши предки, так они одевались. И когда они были еще не монахи, а монахи тоже все в поясе. Без пояса вообще никого нет. Без пояса вообще нет никого. Иоанн носил кожаный пояс, апостол с поясами, Петру говорит ангел, встань, припояшься, возьми, обуйся, и когда выводил его. У Павла пояс был, пророки с поясами, а ты что без пояса не ходишь-то? Не распоясавшись, только хулиган. Распоясавшись. Вы начните вот с этого вот. Как за столом они ведут себя? Соблюдаете ли все посты православные? Не ищете ли лукавых извинений? А Давыд говорит, да не уклонится в сердце мое для извинения дел греховных. Никогда не оправдайте ничего. Они оправдываются очень, они очень сильно оправдываются. То есть я не сделал это потому-то, 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 только целая куча причин. Я вам говорю, у меня дети, впервые я их вижу, принял в лагерь. С первого дня они учатся, как сидеть за столом. Вот у него ложка. И он не должен за край стола, вот край стола вертикально поставить. Он не должен подбородком за это заходить. В одной руке кусочек, в другой ложка почерпнул, и вот так вот ведет. Иначе ложкой по лбу я по столу стукну, а там за 20 лет никого не стукнул. А ребенок понимает. Если он забывчивый, я его сажу прямо рядом с собой за стол. У нас столы, напротив каждого стола по форме одетый, обслуживает, которая пожилает, кто там обслуга, те наливают, все разносят. Ни одного слова нету. Первое, второе, половина. И уже знает, дежурный знает, он только даст половину ему. Щеткость. И это дети знают. И они вот сели за стол, никто ничего не трогает. Так, смотреть на меня, я встаю. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И все, аминь. Я отвечаю, ешьте во славу Божию. А когда они едят, у нас висит лозунг. Мы иногда скандируем. Все должны вместе вот так вот выкидываем руки. Говорят, Россия должна встать. А потом, Россия это мы. Понимаете, как это звучит? Маленький ребенок сидит там, ему газеты, пачки подставляют, чтобы доставал до чашки. И тоже, Россия должна встать. Это надо видеть. Это все у нас снято. Это устав, форма, поведение. У нас все абсолютно обговорено. И ребенок знает. Над ним не надо зря строжиться. Вот рамки закона, вот дальше он не должен заходить. Говорят, а у нас он приходит домой, то шапку забыл, то портфель играли где-то там на футбольном поле. У меня дети учатся память иметь. Они все знают. Вот я вас спрошу проверить вас. Скажите, кто изобрел мобильный телефон? Ну, быстрее говори, что думаешь-то? Если не знаешь, не надувайся. Не надо дать ответ. Нет, не знаю. Не знаешь. Мартин Купер. Мартин Купер. И он живой. И мы за него молимся. Благодарим Бога. Дети, давайте помолимся. Господи, благослови этого Мартина, чтобы он познал тебя, чтобы он служил тебе. Аминь. Вы в интернете. Кто интернет изобрел? Билл Геттс. Нет, Билл Геттс это сергей по программе. А это Тим Бернерс Ли. Тим, Тимофей. А Билл Геттс это программное обеспечение. Это другое совсем. Вот все эти программы составляют. И дети это знают. Давайте за Тимофея помолимся. Они знают, кто президент. Все до одного знают. Кто премьер-министр. Кто губернатор. У нас все выписано и висит табличка. Мы должны знать божественно. Должны знать и наша русская. И они слышат молитву. Какая нужда. Родители говорят, дети сообщают. Вот он забывает вещи. Сели за стол. Дежурный обязан бежать вокруг лагеря. Он загороженный. Так, соберите вещи, забытые застаном. Они знают. Чья вещь? А уже знают. А это вот там Нюра там или кто это. Не Аня, а Нюра у нас зовут. Ты хорошо знала? Знала. Забыла. А вот теперь бери вещь, там, кофточка у нее. И она должна оббежать три раза вокруг лагеря, крутить над головой и кричать. Я забываю вещи застаном. А мы в это время обедаем. И когда она третий раз оббежит, мы уже второе доедаем. Вот теперь все, ни одной вещи застаном нету. А родители не знают, что делать. Работать надо. Понятно? Работать, чтобы дети тебя видели, что ты не тюхтя какой-то. Ты сказал каши, она не убрала кашу. Все, лишаешься каши, больше не получишь. Ребенок у нас отознать не доел. Он у меня, это то, что было, остается, он ничего не получит в обед. Только то, что в чашке осталось. Вот это доедает. Вы везде адекватное наказание покажете. Вот это он сделал не так. Именно в этом ракурсе должно быть. Развивайте у них память, послушание. Зря не строжьтесь. Нигде, чтобы она одна не была, эта дочь, усилен над ней надзор. Отец не показывает веселого лица. Сераха его приводили. Там все это написано. А то, а девочке еще не написано. Да, как раз и означает, не жалею розги для нее. Рукой никогда не бейте, за волосы не таскайте, за уши. Этого нельзя делать. Это ассоциируется лично с вами. А когда наказал розга, там и о крапиве где-то, она думает только о крапиве, а не обо мне. Но это крайне редко нужно делать. Явное непослушание. Она знала и умышленно на это пошла. Не бойтесь конфликтов. А вот ребенок из дома сбежит, там ювенальная юстиция, а тебе Бог не заповедал думать о последствиях. Он сказал накажи, дабы впоследствии утешаться. Согласен. Все. А она зачем тебе такая дочь, когда она тебе в подоле принесет в скором времени? Зачем тебе она нужна? Не держись за нее, держись за Христа и делай, как он повелел. Ошибка, главное, что ты женился. Ну, теперь живи, как положено. Конечно, жена должна была с первого дня быть с вами. А когда она уже 10 лет прожила или 11, и знает, такой ты, и она уже по-своему делает, вам ничего нельзя сделать. Единственное, что вы можете проломить эту преграду, которую сатана построил, ее крепость эту, только молитвой и постом. Написано, ожесточившийся брат, неприступнее крепости. И жена такая. Жена, это главный противник твой будет. И тебе ничего нельзя сделать. Я считаю, по отношению семейной жизни из мирской литературы лучший крейсер Рассоната, и Льва Толстого нет. Просчитайте внимательно, желательно вместе. Крейсер Рассоната. Она не так и большая, может, страниц 80 там. Ну, она вряд ли со мной будет что-то читать. Ну, это может фильм посмотреть. Олег Китковский играет главную роль. Но, там в фильме все не покажешь. Это рассуждение. Как должна жена себя вести? У нее другое тело, и она с ним сделает, что ты хочешь, чего я не хочу, он прямо говорит. И ничего нельзя сделать. Единственное, что это молитва. Молитва и доверие Богу. Господи, но ты сначала должен все высказать. Достать вот этот материал у нас на сайте о семье, просчитать, откопировать его, и дай ей, вот на просчитать. Она не считает, ты уже снял себя ответственность. Об этом говорит Иезекииль 3.18. Если ты не говорил 3.18 Иезекииля, он погибнет, а кровь его я взыщу с тебя. А если ты говорил, он не послушал, он погибнет, отыщись от крови ее. Иезекииля 3.18. Все, я нашел, если я скажу, беззаконнику. Да, именно так. Беззаконник это кто? Жена, которая не слушается тебя. Это подобие церкви Христа. Это великая церковь. Жена, да боится мужа своего. Боится. Простите, даже, даже, ей все эти стихи, я по Библии очень много писал. Мы смс-ки переписывались буквально несколько дней. В Библии я все эти стихи писал. В том числе, я и даже сделал скрины, то есть фотографии с православного молитвослова, трепника, таинства венчания, где написано, что жена, да во всем будет послушна мужу. То есть, я даже ей это скидывал, но он видит больные реакции. Понятно, что вы опоздали. Как, знаете, разные рассказы такие, он ее на руках несет, уже повенчались, он заходит в подъезд и на руках. А вас Андрей звать или Сергей? Сергей. Сергей. Она говорит, Сережа, но все равно повенчались, там решили, я тебя сразу на шею перелезу. Чтобы не на руках быть. А ты что на это скажешь? Понятно? Ну, вставать вместе, вставать в 4.40. Несмотря ни на что. Ты можешь где-то отдохнуть как-то, установить этот порядок. Я вам говорю, а вы не сможете, я уже сказал. У нас всегда везде 4.40. 20 минут взрослых, чтобы привели себя в состояние, дети встают на молитву. Если домашней молитвы нет, домашней церкви у вас нет. А раз домашней церкви нет, вы просто сожители. Тираните друг друга. Вы укорачиваете срок жизни своей. Трепете, говорится, нервы друг другу. И сделать ничего нельзя. Не вздумай на жену поднимать руки. Никак. Не прикасайся к ней. Дочь тебе можно наказать, жену не трогай. Хотя, по закону, если бы так смотреть, по мусульманам, они, как правильно наказать жену, как ее правильно бить. А то у них родители. В четвертой, в четвертой, в четвертом аяте написано, что если жена непослушного мужа, муж ее может увещевать, избегать на супружеском ложе и побивать. Я это все читал, когда... В Библии этого нету. В Библии нету. В Библии нету. Нету, да. Ян Затауз говорит так, что иногда муж приходит нетрезвый и терзает жену, как будто зверь, влаговище терзает жертву свою. Это не ко мне. Я не пью. Нельзя трогать. Ни под каким видом. Это никак нельзя. Ты ее не приблизишь. Если бы она имела страх Божий, тогда бы только пальцем тронул, и она бы стояла на месте. А она без вашего разрешения не должна из дома выходить. Дочка идет куда-то из дома. Три поклона, где изображение, и там, тятя, благослови. Или папа там. Бог благословит. Пришла опять, помолилась. Я пришла, слава Богу. Давай на молитву дочка встанем. За учителей узнай, кто они такие. Молитесь. Это я даю только советы, что сам все время делаю и испытываю. Другого я не знаю, лекарства. Его просто нет. Ну, там у меня все написано в этом материале о семье. Хорошо. Я обязательно его изучу очень. Спасибо большое. Еще какие-то вопросы. Ну, вот, собственно говоря, это было все. Ничего себе. Один ребенок охватно захватил все вопросы. Это совсем никуда не годится. Она должна в этом занимать, маленькую долю того, о чем ты сегодня обеспокоен. А у вас все, и фактически ты уже не властен. Кашу не убрала, то другое. Не убрала, все осталось. Больше каши, каши сегодня ты не получишь. Поставь преграду, попробуй. Получится? Они все начнут вычислить, что ты по моему здоровью, там все дела, ты там тиран, ты как в исламе обращаешься. Тоталитарный, тоталитарный волк. Ну, типа того, да. Это все надо перенести заранее, приготовиться к этому. Я еще раз говорю, это ваш ребенок, которого она носила у сердца. И вы знали, когда он в люльке лежал. Вы упустили 10 лет. 10 лет. Он уже захрест в этом. Она знает, а ничего не будет, не уберу, ничего не будет. Да, она безнаказанна. Она знает, что мама ее... Когда они с Москвы приехали, то есть, вот когда я говорю, Алиса, ты не выполнила. Я говорю, почему вот так вот произошло? Она начала оправдываться, я несла там тяжелый флаг, хотя потом я на видео... То есть, флаг Санкт-Петербурга, понимаешь, она прославила, а Иисуса Христа, перекрестившись, она не прославила. Хотя я потом на видео посмотрел, она одной рукой несла этот флаг. То есть, она вполне спокойно могла его поставить, перекреститься, когда ее... То есть, выполнил то, что я ее просил. И мама сказала, что... То есть, я ей сказал, А потом, типа, у нее сказала, типа, у нас очень грубая, очень обмена, у нас свои задачи. У тебя что, свои какие-то были? Вот. Я говорю, ну, Лен, ты как бы оправдываешь ее? Зачем так делать? Она говорит, оправдывала, оправдываю и буду оправдывать. Хорошо. Я замолчал. Ну, хорошо, я вам поясняю. Она играет в шахматы, а шахматы запретная игра для христианина. Вот все. Какая награда? Какое крестное знамение? Это вы прислушаете? Шахматы запретные. Подождите, простите, шахматы запретные. Абсолютно запретные. Я шахматист. Играл не на простом уровне. Это запрет. Это масонское что-то связанное? Еще не будем говорить. Просто запрет и все. Все понял. Это индийская игра. Индийская. Это не наша игра. У нас игра может быть другая, дети. Как? Она пусть учится в огороде, если есть. Какие растения растить. Как вырастить урожай. То есть она всему должна учиться. Правильно постирать одежду, приготовить, стряпать должна быть, корову доить. Ее готовят быть матерью. Вот один пришел из мусульман, и он стал батюшкой. И показывает, какая семья у него. Дочке, кажется, 13 лет, но это постарше. Она без платочка ни одной минуты не будет дома. Она все время в платочке, как мусульмане. А православная, она дочь священника православного, патриархийного. Ее и говорят, какая у вас задача впереди? Она говорит, выйти замуж, воспитывать детей. 13-летняя. Она знает, куда готовиться. А у этой ничего нету в голове. Ветер в юбке. Она знает, как. Поэтому она все делает, чтобы мужу понравиться, чтобы против мужа ни одного слова не сказать. И он сам такой строгий батюшка, его видно где-то. Вот так и должно быть. Почему у нас мусульмане даже показывают? Если она у вас с девочкой еще в брюках ходит, может быть, это вообще мерзость. Написано, если женщина носит мужскую одежду, это мерзко перед Богом. 22-5, это разоконие. С разокония, да, согласен. Нет, она не ходит. В этом, слава Богу, мы приучились, что ребенок должен одеваться с остудливостью и целомудрием. В этом, как бы, все в порядке, потому что, ну, супруга сама хребнула в этом плане не все так... У супруги были в этом проблемы, то есть она понимает, в чем дело, и ребенок одевается правильно. То есть всегда юбка не ниже колена, то есть... Хорошо, скажите, в платочке ваша жена или не в платочке? Нет, я ей говорил, что женщина должна носить покрывало. А дочка подружает матери. Она не должна быть без платочка. Посмотрите, как бунтуют мусульмане во Франции везде. Они поставили прямо вопрос. Если нам платок нельзя, снимите кресты с себя. И все добились. Сейчас у нас на паспорта женщины все фотографируются с платками. А почему? Потому что Шемеев добился у себя, а это внутри Российской Федерации, Татарстан. Все. И наши православные сейчас в платочках все фотографируются. Это нам пример дают. Вы знаете, куда мы с миссией проехали? От Владивостока до Лиссабона. Мы проехали шесть мусульманских республик. Три раза в Чечне, были. У меня 38 книг вышло, я везде дарю во все библиотеки. Прошли Скандинавию. От Владивостока порт Находка прошли до Лиссабона на своей машине. Скандинавия, Прибалтика, нынче север захватили. Мурманск, Карелия, Карское море. И мы везде дарим, везде беседы, в церкви, проповеди. Едем. Это уже, ну, только в своем крае мы раздали 30 тысяч евангелий. Отче, простите, я спрашивал жене, я говорю, жена должна носить покрывало, внах власти, потому что муж властен над ней. Я говорю, что надо носить. Она сказала, что она ни в коем случае не будет носить. Потому что, но она правильно и делает, потому что власти над ней нет, ей платок не нужен, она не молится. Ну что, как говорится, вляпался? Зачем тебе было жениться-то? Если ты не знаешь ее, ты познакомься с матерью сначала, посмотри. Это до свадьбы надо было все обговорить и договор составить. Так мы да разговаривали, потому что у нас будет православная семья, что у нас, она видела, что я активный миссионер, что я, мы в мечети ходим, понимаете? В мечети ходили, по рынкам ходили, в противоборных делах участвовали. Она все это видела. То есть, это не было для нее сюрпризом, что я православный... Ну хорошо, Сергей, хорошо, скажите, почему без бороды? А вот по-другому было бы, она бы это видела. А ты без бороды нет, она сняла платок и все. Она не молится, потому что жена, молящаяся с непокрытой головой, постыжает свою голову. И девочка у нас вот, ну мы православную деревню, у нас все маленькие девочки на улицу не имеют права выйти без платка. Самая махонькая, два года, без платка не выйдет. В школе все в платках, учителя в платках. Мы просто взяли участок земли, нашей бывшей деревни, получили статус, ничего не было. Лопата одна начали вскапывать у участок, а сейчас трактора есть, интернет, электричество, получили статус. А таких деревень еще 21 тысяча в России. И образована община. У меня брат, он протоиерей там, он на 5 лет моложе меня. Я вам рассказываю, как, это какой труд положен здесь. Труд, это во всем труд. Вот мы сейчас только вернулись, лето там, 4 месяца, 20 дней были. Три пруда вначале восстанавливать. Дорога была, не проедешь, 270 метров выезда нету. Мы его, там, бульдозер наняли, песком засыпали, щебень. Это обошлось нам 437 тысяч, 440 тысяч примерно. Это страшно дорогое удовольствие делать дороги. Но мы на это рискнули. И Бог дает, а у меня минимальная пенсия, 6275 рублей 3 копейки. Мне не давали работу, у меня 35 лет стажу. Меня держали только на неведомственной охране при милиции. А где я раньше работал на кораблях, так это в Латвии осталось, там еще кто, другое государство. Так что, будет хватать на все. Я к тому говорю, что Бог открывает небо. Вы платите десятину? Да, стараемся. А стараться не надо, она не ваша. Ну, стараться не надо, просто тебе она не принадлежит. Если ты не отдаешь, Бог говорит, вы меня обкрадываете. Это Бог приложил к 90 рублям десятка, его десятка. А ты ее не отдал. Стараться-то не надо. Бог говорит, я тебе дал до дому донести, отдать другому, а я старался. Ничего себе. Стараться не надо. Стараться, когда ты больше даешь. А Тавита 1,8. Себе пометьте. Он говорит, я давал три десятины. Три. Вот как. Тавит 1,8? Да, Тавита, Тавита. Потом посмотрите. А я нашел уже. Наше, на счетом написано. А третью давал, кому следовало, как заповедовал мне Довара, мать моего, отца моего. Понятно. Третья десятина. То есть сотни он 30 рублей всегда отдавал. И был благословен. Сотни. Если 50 у тебя тысяч, это выходит, что? Десятина, это 5 тысяч. Пять тысяч. А три десятины 15. А одна десятина мертвых принадлежит священнику, где причащаешься. Из рук в руки. Вторая, это на строительство храма, там что требуется, там проще, смещение. Но это в случае, если торговля будет устранена из храма. Если священник не может убрать торговлю, десятины ему нет. Это десятина уничтожает всякую торговлю. У нас даже копейка не звучит в храме. У нас тарелка не ходит. Висит небольшой ящик на нужной церкви. Если надо, кто положит. Каждый платит десятину. Если вы это поняли, один раз закрепите себе. Хочешь быть благословенным у Бога? Первое, самое важное благословение, никогда не проклинаю евреев, сынов Авраама. Я никогда не проклинаю. От них отцы и от них Христос попозже, сущий на церковь Бога. Именно так, аминь. И последнее, малахи, проклятием вы прокляты. Они говорят, за что? Чтобы обкрадываете меня, говорит Господь. Не отдаете десятину и приношение. Это последнее благословение. От чьи отца и мать все это посредине. Но если ничего нет, расходимся. Всего спаси Господи, Игорь Че. До свидания. До свидания. На будущее имей ввиду, чтобы в следующий раз был с бородой. Понял. Все, с Богом. С Богом. Приступи. Прочисти дом свой. Не нужно там какие-то изображения, кроме икон, чтобы ни одного изображения в избе не было. Нет, у меня тонкие иконы. Просто вот сейчас не показать. У меня все нормально. Ну ладно, я верю, верю, верю. Верю. Вот. Надень пояс на себя. О, ну что тут говорить? Отлично. Отлично. Мы православные, понимаете? Если нам что-то не нравится, я говорю, у нас и посты большие, они не евангельского строения. Они через восемь столетий приняты. Но я православный, как говорится, без дураков. Я исполнять должен строго. Нет растительного масла по уставу, значит, его не будет на столе. И дети у меня не получают ничего этого. Мы заменяем чем-то как-то детский лагерь. Мы строжайше все выполняем. На меня нападают другие. Да вот у него, там он не сообразуется. А мне не надо сообразоваться. Я православный. И повестка закрыта. Я православный, значит, мне не надо обсуждать. Святая Церковь, это Мать наша. И она нам худого не советует и не дает. Каноны. Сегодня из 719 канонов, книга правил, 413 каждый день нарушается в каждом храме. Ситуация аховая, которую патриарх Кирилл оценил как духовное состояние, теория развалины. Так что, а почему ты в православии? Потому что это Церковь. Я здесь родился, здесь буду трудиться. Я изначально не православный христианин. Я был католиком. Я был католиком. В 27 лет я принял православие. И изучая Библию, каноны Церкви, святых отцов, я понял, что православие это та самая церковь, созданная 2000 лет назад Иисусом Христом. И это и есть апостольская вера православных христианств. Я лично в этом самом убедились, на своем опыте. В памяти, в понятие от Церкви уходит что? На первом месте католическое, там старокатолическое и все от Питера православное от Андрея, дальше там Григорияна Армянская апостоличная, копты и сирийцы. Все остальное за этим вот радиусом пяти сильных-то это не Церковь, это секты. Согласен. Ну все. Все, да-да-да. Ладно, с Богом. Храни вас Господь. Так быстро отключу. Ну что сказать. Слава Богу, он вышел вовремя. Ну вот видишь как. У него там написано «Для меня жизнь Христос». У него? Да, он там. Возле картинки его. А? Возле его картинки в скайпе написано «Для меня жизнь Христос». Ага. И смерть приобретения. Сергей Шорох. Ну вот навели мы тут Шорох в разговоре-то. Благослови его, Господи. Ну. А еще-то тут кто-то и что. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok